Всем привет! Сегодня речь пойдет о библиотеке Knockout.js. Knockout.js это именно небольшая библиотечка, которая вам позволяет строить очень быстрый и очень понятный интерфейс. Она вам предоставляет три основные возможности. Первая из них это так называемый механизм observable или computed. Это переменная, за которой вы можете следить. То есть Knockout будет отслеживать, как изменяются переменные, какое у него новое значение и так далее. Вторая фича Knockout это declarative bindings. Это штука, которая вам позволяет привязывать к дом-элементам какие-то функции, например. То есть позволяет вам динамически менять содержимое дом-элементов. Мы подробнее поговорим об этом чуть позже. Ну и третья это система шаблонов. Она довольно примитивная и простая, но какая есть. Итак, пойдем по порядку. У меня есть небольшая HTML-страничка, я подключил на ней Knockout. И давайте сразу пустимся в бой. Если описать идеологию работы с Knockout в двух словах, то будет звучать это примерно так. Knockout реализует паттерн MVVM. То есть Model, View, ViewModel. У вас есть какая-то модель с данными. То есть просто какой-то объект, JavaScript-объект, в котором лежат статичные данные. У вас есть View, это ваш шаблон. И есть ViewModel. ViewModel это что-то промежуточное между моделью с данными и шаблоном. То есть во ViewModel содержится какой-то функционал, какие-то действия, которые будут происходить с интерфейсом. И вы совершенно точно не хотите держать эти действия внутри модели. Например, если вы делаете интерфейс для онлайн-библиотеки, то вы не хотите, чтобы у вас в модели с книгой лежал механизм сортировки книг или еще какая-то фигня. Поэтому это выносится в отдельное ViewModel. И собственно, что Нокаут предлагает вам делать? Он вам предлагает создать вам ViewModel. Создадим переменную ViewModel. Это обычный объект. В нем лежат какие-то свойства. Например, greeting. И напишем здесь Hello World. Давайте попытаемся как-то вывести это на экран с помощью Нокаута. То есть с помощью jQuery или нативного JS все понятно. Мы берем там inner, создаем какой-нибудь div и через innerHTML запихаем в него содержимое. В Нокауте для этого используются биндинги. Вообще bindings, но мне удобнее говорить bindings, поэтому не надо мне писать, что я не знаю английский. Используется следующим образом. С помощью атрибута data.bind. Внутри этого атрибута мы пишем на самом деле просто JavaScript код. И мы через запятую перечисляем биндинги, которые мы хотим использовать. В Нокауте куча встроенных биндингов. Если перейти на сайт Нокаута, в документации. Кстати, документация очень понятна и обязательна к прочтению в любом случае. Есть раздел bindings. В нем вы можете найти, ну смотрите, целый сет всяких разных биндингов. И первый, который попадается на глаза, это bindings visible, text, HTML, CSS, style, author. Ну и мы их разберем. Нас интересует, как вы поняли, binding text. Мы пишем название биндинга, двоеточие. И здесь мы пишем любой JavaScript код. Вообще любой. Мы здесь можем написать строку, можем передать цифру, можем передать функцию. Да что угодно можете сделать. Любой JavaScript код, который в состоянии исполнится. Как вы понимаете, нам надо как-то передать сюда свойство, вот это, greeting. Чтобы его передать, нам надо как-то сделать доступный вот этот объект ViewModel внутри нашего дом-элемента. Для этого в Нокауте используется специальный метод. ApplyBindings. Первым аргументом мы передаем модель, которую мы хотим привязать к какому-то дом-элементу. Если не передавать вторую, то по умолчанию он привязывается ко всему элементу. Вторым параметром мы можем передать конкретный дом-элемент. То есть найти элемент с помощью документ getElementById и какой-то элемент указать. Но сейчас мы не хотим так делать. Мы привяжем нашу модель, вот эту, ViewModel, ко всему документу. Теперь во всех наших биндингах нокаутовских у нас доступен контекст этой модели. То есть мы можем использовать напрямую вот эти свойства из модели. Мы берем и вставляем сюда вот это свойство greeting. Теперь у нас на экране отображена наша надпись Hello World. И вроде бы круто все, да? Но это полная фигня, потому что мы хотим какую-то динамичность. Если мы, скажем, возьмем и где-то изменим содержимое ViewModel, например, ViewModel greeting равно 123, то понятно, что ничего не изменится. Но если мы сделаем следующую вещь, мы уберем отсюда это все и напишем co-observable и перепишем это по-другому, то, как вы видите, у нас текст изменился. То есть сейчас это такой статичный режим, и не особо понятно, что произошло. Но если вы помните, первый раз, когда мы здесь после ApplyBindings, мы поменяли содержимое переменной greetings, свойство greetings, то ничего не изменилось на экране. После вот этого вызова Нокаут применил биндинг, то есть на тот момент там был Hello World, и отобразил его. После изменения переменной greeting он ничего уже никак не отреагировал. Чтобы Нокаут реагировал на изменения данных, нужно использовать механизм observable. То есть, по сути, вот эта штука вот в это свойство кладет не значение, а функцию. И каждый раз, когда... Вот видите, я здесь использую скобочки, то есть как будто я использую функцию. На самом деле так и есть. Каждый раз, когда вы меняете вот так вот содержимое функции, вызывается... Содержимое переменной. Вызывается определенная функция, которая там делает всякие хитрые штуки и оповещает все вообще места, где какие-то слушатели событий, ну слушатели переменной привязаны к этой переменной и достает значение текущее этой переменной. Смышленые парни уже поняли, что это дает просто офигеть какую крутую возможность, потому что вы можете строить очень динамичные интерфейсы. По сути, это двухсторонний биндинг. Давайте посмотрим на все это дело в действии. Создадим какой-то input текст и создадим параграф P, в котором будет лежать что-то. Мы будем писать буквы в этот input, а они выводиться будут здесь. Ну, банальная задача. Мы опять пишем data bind. И здесь мы можем... Должно указать биндинг, который будет обрабатывать введение символов. Есть... Такой и есть. Называется он textInput и все. В него мы, как вы понимаете, передаем название какой-то переменной, в которой мы будем записывать значение. Эта переменная должна быть observable, то есть co-observable, чтобы мы, собственно, смогли как-то к ней обратиться, чтобы мы смогли отслеживать ее изменения. Давайте изменим здесь название на input текст и передаем его сюда, прям так, co-observable. Кстати, я вот здесь вот не упомянул, но я думаю, вы поняли, что текст, который вы изначально пишете в эту переменную при объявлении, он является инициализирующим. То есть по умолчанию свойство будет иметь вот это значение, hello world. Но мы это уберем, оставим пустым. Все. Мы теперь в переменную input текст сохраняем то, что мы написали. Как бы нам это проверить? Проверить это очень просто. Мы можем сделать вот так. Вы можете вручную подписываться на изменения переменных. Что это значит? Вы можете написать viewModel.inputText.subscribe и внутри вы передаете callback. Аргументом идет новое значение, new value. И, собственно, каждый раз, когда изменяется вот этот observable.inputText, вот эта функция будет вызываться. Давайте будем в консоли выводить новое значение. У нас есть input, консоль пустая. Пишем что-то. Как вы видите, все отлично меняется. Кстати, еще одна, скажем так, особенность. Из-за того, что вот это свойство inputText, это на самом деле функция. Вы видели, как я там изменял ее значение. То есть я писал inputText, скобочки, и что-то новое в нее писал. На самом деле мы вызываем функцию. Поэтому, если вы хотите получить текущее значение вот этого свойства, где-то у себя там в коде, то вы должны обращаться к ней как функции. То есть через двойные скобочки. Давайте проверим. Консоль log. И что-то по умолчанию сюда запихнем. Например, hello. Вот видите, мы увидели в консоли hello. Если мы без двойных скобочек это вызовем, то мы увидим, что это какая-то функция. Ну, собственно, оно и понятно. Если вы попытаетесь просто неисполненную функцию вызвать, то он вам покажет ее содержимое. Итак, мы подписаны на изменение вот этого свойства. Кстати, здесь, видите, не надо использовать двойные скобочки. Потому что если мы вот здесь вот используем скобочки, то он нам сюда положит значение, собственно, этого свойства. А нам надо подписаться на саму функцию. Вот. Так о чем это все было? Собственно, мы видим, как изменяется в консоли то, что мы пишем. А теперь давайте выведем это вот сюда вот. Как вы помните, для этого есть binding text. Собственно, мы здесь просто пишем input text. Вот это все можно удалить. Вот видите, есть input. Есть binding text input. Мы в него передаем свойства модели input text. И, собственно, здесь мы его опять же выводим. Пишем. Собственно, вот мы пишем. И то, что мы написали, появляется снизу в параграфе. Кстати, как вы видите, вот здесь вот, где binding text, мы не используем двойных скобочек. Но на самом деле мы можем. То есть, внутри binding нокаута пофиг, как вы обращаетесь вот к этому свойству. Как к обычной переменной или как к функции. То есть, нокаут это сам определяет, является ли вот эта переменная observable. И сам достает из нее значение. Если вам хочется это выполнить в коде, для этого есть специальный метод. ko.co.utils.unwrap.observable. В нее вы передаете просто переменную в newModel.inputText. И он сам определяет, является ли это переменная observable. Если да, то он достает из нее значение. Если это обычная переменная, то он просто возвращает ее значение. Я думаю, понятно. Итак, это был binding text и text input. Это самые такие базовые, самые часто используемые. Мы видим здесь еще пару bindingов. Такие как visible, html, css, style, utter. Давайте пробежимся по ним. Будем играться все с этим же input. Давайте применим, добавим новый binding через запятую, visible. Если мы сюда передадим false, то, как вы видите, он не отображается. Если передадим true, то элемент будет отображаться. Само собой, вы можете писать сюда что угодно. Так как, как я уже говорил раньше, это просто JavaScript. Вы сюда можете написать 1 меньше 2. Как видите, отображается, потому что 1 действительно меньше 2. А если 1 больше 2, то не отображается. Вы сюда можете также передать observable. С этим еще один. Назовем свойство isVisible. И по умолчанию оно будет observable false. Как вы видите, элемент не отображается на экране. Давайте как-нибудь поменяем это значение. Сделаем вот так. Мы применили биндинги. И после этого мы используем функцию setTimeout. То есть, как вы знаете, эта функция исполнит содержимое вот этого callback через какое-то определенное время. Скажем, через 2 секунды. То есть, через 2000 миллисекунд. И через 2000 миллисекунд мы меняем содержимое viewModel isVisible. Меняем его на true. Когда мы сейчас обновим страницу, у нас по умолчанию элемент будет скрыт. Но через 2 секунды он появится. Смотрим. Элемент скрыт. Прошло 2 секунды, он появился. Как вы понимаете, вот это все говно можно прикручивать куда угодно, к любому функционалу. Можете прикручивать его к кликам, к нажатиям на кнопку. Давайте, собственно, это и сделаем. Стадим кнопку button click me. Которая будет при клике менять содержимое вот этого isVisible. Как это сделать? Используется биндинг click. Клик сюда, в клик, мы должны передать функцию. То есть мы можем прямо здесь написать function, туда-сюда, и что-нибудь сделать. Эта функция, кстати, принимает 2 аргумента. Первый аргумент это текущий контекст, то есть текущая viewModel. То есть вот сюда, вот в эту переменную попадет то, что сейчас является текущим контекстом. Вторым аргументом попадает событие, которое вызывается, event. Вот, то есть для таких основных ивентов есть вот такие вот шорткаты, скажем, короткие ссылки. Можем просто написать клик и сюда функцию передать. Если вы хотите к какому-то своему ивенту прикрутиться, то нужно использовать специальный биндинг, который называется event. event, это объект, и в этот объект вы передаете свои ивенты. Там какой-нибудь my custom event. И вы в него передаете свой обработчик события. Вот так вот. Вернемся к нашему клику. Клик. Так, для начала давайте попробуем просто alertнуть что-то на экран. Function. Alert. Нажимаем на кнопку, да. Он нам alertнул. Ну, теперь давайте поменяем состояние из visible. Как вы видите, по умолчанию оно false. Что мы здесь делаем? Как вы помните, здесь вот у нас лежит viewModel. В первом аргументе попадает наш текущий контекст. Поэтому мы можем просто вот здесь взять и сказать viewModel is visible. И пишем true. Поле скрыто. Нажимаем. Оно отображается. Давайте для интереса посмотрим, что лежит внутри объекта this. console.log this. Жмякаем. И мы видим, что внутри лежит как раз наш самый viewModel. То есть здесь мы можем писать, не использовать этот аргумент, первый viewModel, а прямо вот так писать. This is visible. И все будет работать. Как вы могли догадаться, писать вот так вот код внутри шаблона, это какая-то сомнительная практика. Для этого можно вынести это в отдельные функции. Здесь мы, собственно, можем создать функцию какую-нибудь, скажем, clickHandler. Называть как угодно. Function. И здесь мы будем, собственно, менять содержимое из visible. Давайте, кстати, для прикола посмотрим, что будет лежать в объекте this. Так, и сюда мы передаем, как вы понимаете, вот этот clickHandler. Уточню, что не надо передавать его с двумя скобочками, иначе он один раз исполнится, и все. Нам надо передать им на ссылку на функцию. Проверяем. В консоли мы видим, что у нас все правильно привязалось. То есть у нас в качестве this вот здесь лежит наш viewmodel. Но иногда бывают штуки, когда this вяжет не viewmodel, а что-то другое. Ну, бывает. Поэтому в таких случаях придется использовать вот первый аргумент viewmodel. Собственно, в нашем случае это все та же модель. На самом деле, вы уже знаете достаточно, чтобы фигачить довольно динамические интерфейсы. И это круто. Но мы пойдем дальше. Давайте создадим два текстовых поля. Это будет Bayan пример, но все-таки два текстовых поля. Одно будет имя, другое фамилия. Вот это мы все удалим. Кнопку удалим. Оставим только текстовое поле. Точнее, параграф и два текстовых поля. Скажем, во viewmodel мы создадим свойства firstName. Это кого? Observable. По умолчанию пустой. И lastName. То есть имя и фамилия. Сюда вот к тексту мы привязываем firstName. А здесь lastName. И у нас задача вывести на экран их как бы сумму. То есть сложить имя и фамилию. Сделать это можно прямо вот здесь вот в текст. Как я говорил, здесь вы пишете абсолютно любой JavaScript код. Поэтому здесь мы пишем firstName плюс lastName. FirstName. Проверяем. Как вы видите, это все суммируется. Но здесь по-хорошему еще бы провел поставить. То есть вот так вот. Как-то так. John Doe. Вот он нам вывел имя. Ну, как я и говорил, писать вот прямо вот так вот код, это так себе идея. Поэтому нормальные пацаны пишут так. FullName. И тут мы встреваем. А как нам вынести это так, чтобы все работало? То есть, по идее, вот эта фигня будет динамичной. FirstName меняется, lastName меняется постоянно. А нам надо это как-то получить вот здесь на экране. Первое, что приходит в голову, сделать функцию. Вот мы и создали, fullName. И создаем функцию, которая будет возвращать thisFirstName и thisLastName. Посмотрим, что будет. Да ничего. Как видите, он нам вывел функцию. Потому что мы ее должны исполнить. Но если мы ее исполним, то, как видите, все работает отлично. Что происходит? Хотя, вроде бы, это всего лишь функция. Почему она сама как бы определила, что здесь какие-то observable лежат? Она сама поняла, что их надо пересчитать. Для этого в нокауте существует механизм, который называется computed. Computed — это почти как observable. То есть мы пишем call, computed. И в качестве аргументов мы передаем callback. Эта функция что-то делает. То есть вот эта функция вызывается каждый раз, когда observable или другие computed внутри нее меняются. Каждый раз, когда будет меняться FirstName или LastName, будет вызываться вот эта функция. Вот так вот она работает. И, собственно, то, что она вернет, будет лежать вот в этом fullName. То есть здесь уже можно не писать две скобочки. Он нам говорит, что this FirstName is not a function. Это как раз случилось то, о чем я говорил. У нас в this лежит не то, что мы думаем. Если мы в консоли выведем console.logthis, и что-то вот видите, он нам говорит, что сейчас в this лежит объект window. Нам это не надо. Собственно, есть два способа решения этой проблемы, чтобы получить доступ вот к этим объектам. FirstName и LastName. Точнее, к объекту this. Мы хотим получить, короче, доступ вот к viewmodel отсюда. Но это анонимная функция, поэтому она сожрала наш контекст this, и все плохо. Как нам ее получить? Мы его можем, собственно, передать. Через запятую вторым аргументом мы передаем объект, который у нас будет являться объектом this. То есть вот такая вот нехитрая манипуляция. Ну, собственно, он нам сейчас говорит, что this опять не то, что мы думаем. То есть он у нас сейчас опять будет window. Это по одной простой причине, потому что здесь такая фигня не прокатит. Здесь this — это window, а не viewmodel. Ну, собственно, как это исправить? Мы это вырезаем нафиг. И здесь мы говорим, что viewmodel fullname. То есть вот здесь вот потом это пишем, после объявления нашего viewmodel. И все то же самое, только вот здесь вместо this мы пишем viewmodel. То есть в качестве объекта this мы передаем объект viewmodel. Сейчас все будет работать нормально. Да, вот он firstname. Все работает. Собственно, имея на руках такой функционал, то есть observable, computed. Computed — это observable, который слушает изменения других observables и пересчитывает свое значение. И имея на руках функционал вот этих биндингов, вы имеете практически неограниченные возможности в создании интерфейсов. Ваши интерфейсы будут суперреактивными. Вы можете писать, делать какие-то формы, делать быструю валидацию и вообще много всяких разных крутых штук. Но это лишь поверхность айсберга и в нокауте очень много всего, что вам предстоит изучить. Поэтому до следующего раза. Продолжение следует...